Киморский городской суд Тверской области вынес приговор по уголовному делу в отношении семи местных жителей и жителей города Конакова, которые в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении мошенничества в крупном размере и покушении на мошенничество. По сути, речь идет об очередной преступной группе черных риэлторов. Установлено, что с сентября 2013 по ноябрь 2017 годов один из подсудимых по профессии риэлтор с целью хищения жилых помещений и денег жителей северных регионов страны вступил в преступный сговор с другими фигурантами дела для поиска одиноких собственников квартир и домов. В дальнейшие планы злоумышленников входила продажа этого жилья и приобретение более дешевого. Взятые на себя обязательства подсудимые в полном объеме не выполняли. Часть денег, полученных в результате сделок, они присваивали, в отдельных случаях регистрировали жилые помещения на подставных лиц. По одному из эпизодов преступление совершено в отношении инвалида второй группы, находящегося на стационарном лечении в психиатрической больнице города Конакова. При содействии медицинского персонала больной обманным путем был вывезен из больницы для регистрационных действий, связанных с передачей в собственность мошенников квартиры, находящейся в городе Москве, и земельного участка с домом в Конаковском районе. Довести до конца преступный умысел не удалось, помешали сотрудники правоохранительных органов. В результате противоправных действий семерым гражданам причинен ущерб в размере свыше 6 миллионов рублей. С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил 6 участников преступной группы к лишению свободы на сроки от 2 лет и 6 месяцев до 8 лет со штрафом в размере от 30 до 150 тысяч рублей. С отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов. Одному участнику предоставлена срочка отбывания наказания до достижения его ребенком 14 лет. Двум участникам назначено наказание условно с испытательным сроком 2 года со штрафом по 20 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил. В рамках расследования уголовного дела продолжаются поиски тверетянки Анастасии Зайцевой, 2003 года рождения, безвестно исчезнувшей 30 мая 2021 года. Следственными органами регионального следственного комитета проводятся все возможные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Активные поиски несовершеннолетней продолжаются во всех районах Тверской области, а также субъектах Российской Федерации. В поисках задействованы следователи, криминалисты Следственного комитета, полиции, кинологи, представители службы МЧС, водолазы ГИМС, волонтеры. Следственные органы СК России обращаются ко всем, кто обладает информацией о пропавшем подростке. Звоните по указанному на экране телефону.